Это утро под серебряным дождем. Ну, естественно, пробежимся, скажем, несколько слов про программу, собственно, Артур и Петя. Артур-то у нас был, Петра не было, теперь восполняем пробел, как говорится. Плюс 7903-7976-333, таковы координаты прямого эфира. Пожалуйста, пишите нам, если у вас есть какие-то вопросы. Петр, ну что же, давай первый вопрос. Как ты выжил, как ты спасся, каждый лесопрестовал? И как ты докатился до Артура и вашей совместной программы? Скажи несколько слов. Мы с Артуром познакомились совершенно случайно. Мы встретились в торговом центре где-то на периферии Москвы. И оказалось, и мы друг друга не видели ни разу, и оказалось, что мы оба радийщики бывшие. И вот скучаем по радио. В итоге поняли, что нам нужна какая-то совместная радиопередача. Вернуться в строй, перестать быть сбитыми летчиками. И вот мы здесь. И, собственно, не было особо выбора, куда идти. Мы стремились на серебряный дождь, потому что оба серебряный дождь любим, а Артур даже работал на серебряном дожде. Вот. После этого долгое время пытались попасть. Делали разные... Опускали. Делали разные пилоты. Пытались подобрать к вам ключи, уважаемая радиостанция. Подобрали, и вот мы здесь. Сколько лет уже? Год. Год. Да, мы первым... Там уже был юбилей, да? 1 июня, да. 1 июня был первый эфир. О, а у нас 30 мая. Ну, точнее, у меня. У тебя чуть позже. Ну, там, да, там в целом, так скажем, период один был. Новая волна серебряного дождя. Все запустилось когда, да. Ну, слушай, у вас же еще какая-то подкастная история была, да? Подкастная история была больше у Артура. У меня подкаста не было. Ну, был такой маленький проектик, но это не считается. Это я тренировался просто сидеть в прямом эфире. А, вот так. Как бы ты сформировал такой основной посыл программы Артура петь? О чем это? Для кого? Мы ставим новую музыку, которая сейчас выходит в мире, собираем ее вместе и отбираем, ставим в эфир. Это для тех, кто хочет следить за тем, что происходит в мировой индустрии, потому что сейчас это отслеживать тяжело. Вы прекрасно знаете то, что ушли лейблы, новая музыка не появляется. И вот с помощью нас, совершенно законно и легально, можно новую музыку послушать. Слушай, скажи, вот мы уже с Артуром об этом говорили, что вы абсолютно из разных мест находите и откапываете вот эту музыку, которую ставите по пятницам. Самое странное место, в котором ты находил какой-то классный трек? Самое странное место, сейчас скажу. Мне кажется, самое странное место, это сайт Pitchfork, наверное, известный для многих музыкальных ребят. Например, для вас, да, Андрей, я так предполагаю? Да, и что же там было найдено? Мне кажется, там все очень странное. Очень странно. Это настолько странный для меня сайт, он очень популярный, это для музыкальных гиков. Я вообще там ничего не понимаю, иногда прослушаю сто треков, вообще ничего не понял. Ну вот оттуда я какой-то один взял, уже даже не помню. Это больше на музыку Артура похоже, который он любит погрузиться в какую-то такую тяжелую гитарную музыку. Вот это на меня было не похоже. Экспериментальное, это больше про Артура, я больше по женскому вокалу и припевку предприпев. Собственно, сегодня вы это и услышите. То есть мелодичность, да? Да. А у вас у каждого, вы уже договорились, на каких сайтах смотрит Артур, на каких сайтах смотрит Петр, чтобы, не дай бог, не пересекаться. Пересечение вообще бывает, когда вы подбираете музыку? Мы всегда удивляемся, когда есть пересечение. У нас есть общий плейлист в одной из стриминговых платформ, общий плейлист. И если Артур уже туда добавил что-то, и я добавляю, мне говорят, а-а, это уже было. И я такой, вау, ну неужели из всех вот этих 17 тысяч треков, которые вышли, у нас совпадение? Это круто, да. Мы всегда этому удивляемся и радуемся. Мы даже этот трек не отслушиваем. То есть говорим, все, добро, значит, мы оба за этот трек топим. Но это однозначно. Это как раз-таки чувство вкуса должно быть присуще при отборе. Потому что когда ты сталкиваешься, там, 40 треков вышло, допустим, ты понимаешь, что вот это пойдет, вот это не пойдет. Вы же как-то внутренне, я думаю, что оцениваете каждый для себя, насколько перспективен этот исполнитель. Потому что зачастую это ведь музыка не тех хорошо известных уже групп и команд. Это как абсолютно новые имена вы открываете здесь в студии. Да, все верно. То есть нам нужно ориентироваться на свой вкус. И, конечно же, мы ориентируемся и на вкус слушателей Серебряного Дождя. Потому что мы знаем, для кого мы делаем передачу. У нас есть какой-то образ этого потрясающего образованного человека, который любит дипеш-мод и еще пару шведских групп. К примеру. А что же мы послушаем? Нам как раз пришла пора уйти на рекламу. Давай мы одну из тех композиций, что ты принес сегодня в студию, и послушаем сразу после короткой рекламы. Да, давайте начнем с чего-нибудь легкого. Это группа «Диктофон», там куплет-припев-куплет и песня «Сирота». «Диктофон»? Наши ребята? Скажи несколько слов. Нет, это сланцы. Не, ну, слушай, я же не знаю, как написано. Там, может быть, написано какое-то «Диктофон». Такое же тоже будет. Вот у меня есть, к примеру, «Монофоник». Наши? Нет, не наши, на самом деле. Наши ребята. Это динамично, хотя в типичном таком советском стиле. Уж прости, Петр Великодошина, извини. Не зачти за какой-то вот... Мода на советский стиль присутствует. Ну и не только на советский, бывает и на 90-е. Мы тоже, может быть, послушаем такой вот дешевый синтезатор из 90-х. Синтезатор? Синтезатор? Тоже, возможно, у нас будет, да. Был такой. Ну, в общем, это Антон Макаров. Он приходил к нам на нашу передачу. И он суперзвезда. То есть то, как он себя ведет, то, как он выглядит, то, как он смотрит на всех сверху вниз и тихо говорит. Нет, вообще не переживаю ни о чем около микрофона. Вот. Такие люди и играют в итоге большие туры. И вот он сейчас то ли в туре, то ли недавно был. И мне кажется, что его музыка, она как раз, вот вы говорите, ты говоришь, немножко советская. Наверное, да. Но она еще такая в формате некотором. То, что ее можно послушать. Ее удобно петь, удобно подпевать. И это удобно играть на гитаре во дворе. Удобно играть на гитаре, да. И людям это нравится. Задушевно, знаете. А у многих новых групп такая музыка, которую... Трудно вообще что-то с ней сделать. И ребята, которые играют, тоже не хотят ни подо что подстраиваться. Понимаете? Они такие, типа, мы будем играть вот так, нам это нравится. Чтобы вы не смогли подпеть и потанцевать. Да, да, да. Чтобы нас никуда не поставили. Или пускай прогнется там радиостанция под нас, а не мы под нее. Изменчивый мир, да. Все понятно, это про другого исполнительно совсем. Слушай, ну вот по поводу как раз вот Андрей заметил, что похоже на что-то старое, да? Мне кажется, в последние годы вообще у нас какая-то волна вот этой ностальгии, когда все начали, я не знаю, простите меня за это упоминание, от Димы Билана до всяких вот действительно там постпанков они начали уходить в какой-то вот стиль 80-х, 90-х. Это вообще вот почему так и первый раз ли такое вообще в музыкальном мире происходит? Мне кажется, так постоянно, так же, как и со штанами Клёш или с кожей, да, которая... С косухами. С кожей, которая на женщинах, да, сейчас надета в основном. А от лаптяжки вот это имеется в виду, да? Там бывают разные виды, там бывает кожа, которая только снизу, которая только сверху, бывает и снизу, и сверху, так это вообще, да, и такое можно встретить. В общем, в 8-17 еще дети в школу едут, а хотя нет, каникулы начались можно, да. Ну а что, нельзя к женщину-кошку обсудить, что ли? Это же из комиксов. Сейчас пошли лаптяжки, сейчас пойдет, это я знаю, сегодня в вашем случае. Да, ну в общем... Давайте к музыке сюда. Да-да-да, к музыке, и в музыке точно такая же цикличность есть, это 100%. На моем веку это произошло вот один раз, да, то есть я вот уже успел какую-то на кухне у мамы послушать поп-музыку с дешевым синтезатором, и вот она опять возвращается, и новые ребята там, 20-летние, ее играют вообще даже почти не изменяя звучание. Да, кстати, и перепевают вот эти хиты 2000-х и 90-х в какой-то там минимальной своей обработке, это опять становится хитами. Мне вообще представляется, что это более наше российское увлечение ретро. мы вот обожаем, я лично, ну простите меня, опять же, не зачитайте, я как тогда ненавидел все вот эту попсу совковую, так я и сейчас ненавижу, вот искренне. И поэтому мне грустно наблюдать, приходишь куда-нибудь, ну вот есть, не буду говорить, место в Москве, где срочно много баров и много таких вот тематических, в том числе музыкальных площадок. Вот здесь играет какая-то электроника, да, есть какой-то народ, но вот в зале, где будет играть, простите, махровый совок, будет куча народу, и причем народ этот, не то чтобы возрастной, это в основном молодейшие подростки. Извините, умышленное сейчас ударение. У них ностальгия по тому времени, в котором они не жили, это нормально, это нормально, точно так же, как мне интересно послушать было и, ну, я не знаю, ну и Битлз, и Дипешмод ранний какой-то, то есть то, что я не застал, и вот эти вот синтезаторы, в общем, что-то ничего не приходит на ум сейчас, поутру, ну, в общем, это, мне кажется, нормально, вот эта ностальгия по тому времени, в котором ты не жил. Ну, кстати, я... На Западе-то она меньше ощущается. А мне кажется, вот и на Западе много достаточно сейчас исполнителей, которые тоже уходят вот в эти 80-е синтезаторы. Спекулируют на старых своих темах 80-х-90-х? Сейчас. Не сказал бы. Я не помню, как эту даму зовут, хит у нее, не Тейлор Свит, но что-то около того. Модель какая-то. Ты, как будто бы, по взгляду я подумал, Таня, что ты понимаешь, о чем я... У нее абсолютный мотив, как будто бы она написала эту песню, ей написал композитор в 90-е годы в России, вот реально, и это сейчас мировой хит. Я попробую найти и чуть попозже сказать. И это нормально. Плюс самый известный сейчас и самый растиражированный, и самый прослушиваемый артист Уикенд, он тоже спекулирует на вот этой теме синтезаторами из 80-х-70-х. Ну, ты, наверное, Андрей слышал его, нет? Нет. Ты не мог не слышать. Нет, Уикенд знакомый. Где ты живешь? Я не слышал. Нет, нет, я слышал, что это такое. Я не люблю советскую музыку, честно, российскую музыку. Мне... Я согласен. Мы, кстати, с Пашей Кириллом как-то это обсуждали. Мы... Вообще Россия очень хорошие позиции занимает в сегменте электронной музыки. И зачастую наши российские исполнители больше известны где-нибудь в Лондоне, Париже, Берлине, андеграундном или Нью-Йорке. Они же не популярны здесь, в России, из-за скудности. Все-таки, на мой взгляд, музыкальных репертуаров, что играются в наших клубах. Потому что это либо ты идешь на хаос с трансом, либо ты идешь на вот такой вот махровый совок, куда идти неприятно. Ну, там состояние нужно соответствующее, и не хочется себя доводить, чтобы смириться над музыкой окончательно. Про шансон вообще молчу. Это вообще отдельная песня. А вот я до сих пор, к примеру, в Москве не могу найти, где я могу послушать хороший такой вот ласковый трип-хоп, чтобы посидеть, подгрустить. Да, даже ламочка качественная. Найти как заведение в Москве невозможно практически. Ну, я тебя прекрасно понимаю. Качественный трип-хоп. Но разнообразие вечеринок, по крайней мере, когда я вот так вот активно ходил, это несколько лет назад было, можно было найти все, что угодно. И какой-нибудь джукбокс, какие-нибудь эйсиды. И вот это все, оно присутствует. Это просто небольшие площадки. Иногда на 50 человек. Иногда просто один диджей играет, где никто не пришел. Это нормально. Ну, то есть, такое найти на самом деле можно. Я уверен. И лаунж тоже. То есть, какие-нибудь ребята, играющие на виниле, ставящие один за другим лаунжевый винил. Я уверен, такое есть. Я даже вот на оружейном переулке такое встречал. О, отлично. Я, наверное, даже хочу заступиться за российскую музыку. Мне с ней немножко обидно всегда. Мне кажется, что у нас очень большие проблемы с тем, что у нас почему-то считается стыдным. Вот действительно, когда я ненавижу эту махровую попсу, я ненавижу вот это все. И у нас очень действительно вот эта вот установка, знаешь, что мы это ненавидим, хотя как бы это наше. Мы все на этом выросли. Мы все эти песни под гитару во дворе пели. Давайте уж будем честны. Там и попсу, и там, я не знаю, рок какой-то, вот этот русский рок условный, который мы якобы ненавидим. Я, простите, в старших классах, под гитару... Ну ты, значит, один из немногих. Я под гитару пел, но мы пели исключительно Цоя. В лучшем случае Алиса была. Цоя и Алиса — это тоже вот это вот говнарство, простите меня за это грубое выражение. Окей, отлично. Да, но у нас оно есть. Ты первая наручила правила произнесения однокоренного слова. Прекрасно. Ужасно, ужасно. Ну просто есть у нас такое выражение, и как бы все вот это вот привносится туда. Да, это музыкальный термин. Да. Я... Ну в общем, мне кажется, что это есть, и многие это любят, и ничего страшного. То есть если Андрей не любит такую музыку... Я тоже не пойму, почему это стыдно. Я не... Это так же, как ты, Тань, не пропагандируешь книги. Ну да. Так же Андрей не очень сильно топит. Просто не любит, да? Просто не любишь советский звук. Ну я же не говорю, что нужно вот его всячески запретить. У каждого человека есть соус вкус. На вкус и цвет френда нет, как известно. Поэтому что ты... Не, я тут скорее не к Андрею как бы обращалась, а к тому, что у нас действительно как-то массово вот не любовь какая-то к себе вот в плане музыки, вот не любовь к советскому, к российскому. Ты знаешь, я вот опять же... Ну я правда, вот ты чёрт с ним. Я вот считаю, что абсолютно вот такая махровая и неприятная попса, она разжижает мозг. Потому что в ней нет музыкального вот... Ритм один и тот же. Бым-бым-бым. Два предхлопа, три притопа. И всё. Развития нет. Я не вижу идей. Я вижу просто эксплуатацию. Бым-бум-бым. По большому счёту, вот ты опять скажи, больше музыкант, чем я. Большая часть вот этих современных композиций, ну это три-четыре ноты и два-три аккорда. Тут важно... А идентичные причём. Да, я понимаю. И тут важно понимать, для чего эта музыка сделана, да? Вот. То есть иногда этих двух нот достаточно. Например, для твоего лаунжа, в котором ты любишь, может быть, тебе и не нужно больше нот там в нём. Если джаз с двумя нотами, это мне просто даже... Я бы послушал. Не, ну какие-то ответвления лаунжа могут быть такие, что у тебя одна вообще... Есть жанр, который называется дроун. Там, в принципе, одна нота звучит весь... Всю композицию... Восемнальность меняется. Восемнадцать минут, и меняются просто вокруг неё какие-то звучки-щелчки. Вот тебе такой жанр. То есть, мне кажется, не стоит гнаться за количеством нот, за сложными аккордами, за этим всем. Важно понимать, для чего ту музыку, которую ты пишешь, как её будет человек использовать в хорошем смысле этого слова. Или танцевать, или петь под гитару. А если петь под гитару, то тогда действительно три аккорда — это идеальное решение. А если это для какого-то навороченного джентльмена с изысканным музыкальным вкусом и насмотренностью, и наслушенностью, как Андрей, то тогда... Если надо, Андрей, хватит уже. Тогда надо постараться. Под гитару тоже можно петь по-разному. Есть Владимир Семёнович Высоцкий, который пел под гитару, и Булата Куджава. А есть какой-нибудь, я не знаю, там... Иван Мамонтов в Духе Рабриде. Слушай, нет, нет, Андрей, подожди, подожди. Ну вот, допустим, вот тебе там... Ты, допустим, помоложе, да? Тебе там 17 лет. Вот ты приходишь на дискотеку, и вот девушку ты приглашаешь танцевать, которая тебе очень нравится. Но под какую песню? Явно не под какой-то интеллектуальный трип-хоп ты её позовёшь. Ну хотя бы под металлику. Да, Unforgiven. Вот, да. Но про металлику тоже тебе скажут. Фу, мейнстрим, некоторые тебе скажут. Вот, пожалуйста, вот этот рыженький, рыженький из Simply Red. Тоже персонаж, очень хорошо девушкам заходил. Ну просто это единственные, вот, три или четыре композиции, которые были в личном плейлисте для девушек. Ну подожди, а если вот на дискотеке играет, ну вот что играет, ну что ты её не позовёшь, позовёшь. А потом у вас сложится, например, хорошее отношение, и ты эту песню будешь вспоминать не как махровую попсу, а как песню, под которой ты с своей будущей женой, например, познакомишься. Страшные вопросы ты ставишь, Татьяна. Что важнее, музыка или женщина? Ну а если любишь и то и другое, как можно на одну часу весовы ставить? Нет, я о том, что музыка, она гораздо больше иногда играет значение в контексте того, как она звучала и что она для тебя. Может быть, у каждого даже есть своя музыкальная ассоциация. Я вспомнил, что у нас в лагере можно было позвать девушку танцевать под Behind Blue Eyes Limbiscuit, хотя мне это очень нравилось. А некоторые, которые особо хотели потанцевать вместе, танцевали под Мутер Рамштайн. Да, Медляк. Ох! Давай-ка мы послушаем следующую композицию. Мутер, Мутер послушаем. Давайте послушаем композицию «Бизвокс» и «Олеся». Я уж не помню, какой трек я выбрал. Он прекрасен. Мне кажется, это будущее электронной поп-сцены России. И они были в пятницу на Артуре и Пете. Если вы не слышали это, послушайте сейчас. «Бибриным дождём». Про 7903-797-6333 его координаты у нас в гостях Пётр Дмитриев, ведущий программы «Артур и Петя». Обсуждаем мы новую музыку. Я буду молчать по большей части. Меня тут уже обозвали. Всё, поэтому давайте прочитаем. Татьяна, давай, Анатольевна, прочитай нам несколько смс-сообщений. Да. Тут отпишут. Был термин «вокс», «ультравокс», «теперь безвокс». Несколько соплевесту, но норм. Фоновые подпеть иногда дерзко заходят. Вот не знаю про такую группу петь, ты знаешь. Термин «вокс» — это инструмент. Термин «вокс» — это инструмент. Я ещё знаю такую студию подкастов. А, есть такая, да. Возможно, она существует ещё. Не знаю, как откомментировать. Сопливый, да, но иногда это прекрасно. Андрей из Сочи берёт на вооружение фразу, которую он только что услышал из композиции «Благодаря Пётру». «На верные ответы ты ждёшь на письмо. Жаль, что на это мне всё равно». Вот эту фразу он берёт на вооружение. Это глубокая мысль. Это легко запомнить. Это глубокая мысль. Да, по поводу... Можно ещё? Я вот говорил по поводу композиции. Всемирно известный хит, который как будто бы написан в России 90-х годов, хотя это написано сейчас в Америке. И я уверен, что 12 сингерами, точнее, сонграйтерами. Вот кусочек. А что раньше появилось? Курица. И это Майли Сайрус. Майли Сайрус, песня «Флауэрс». Да, первое место сейчас вообще везде. Ну, Андрей, что скажете, похоже? Чем вдохновлялись? Я промолчил лучше. А я бы лучше поставил джингл перед музыкой сначала. Да ладно уже, поздно уже. Если трансляцию заблокируют, то что же делать? Ой. Такое тоже бывает. Ладно, бывает такое. Пётр, ну давай раскроем всё-таки про то, как происходит, что у нас происходит сейчас в музыкальной индустрии. Ты считаешь, что наша музыка всё-таки на подъеме? Абсолютно да. То есть тот... Значит, тот тезис, то, что музыка наша теперь такая же классная по звучанию, как и мировая, вообще он уже устарел. То есть это так. И более того, мы не просто догнали вот этот звук ещё в десятые годы, но сейчас уже пошли делать своё, не копировать. Уже копирование просто зарубежного звука уже не прикольно, никому это не нравится. И зачем идти слушать наше такое же, если можно послушать в оригинале, да? То же самое, как гнаться за Голливудом. Но нашим артистам не хватает следующего этапа, как мне кажется. Это сделать из себя настоящую звезду, когда тебя интересно обсуждать, на тебя интересно смотреть, когда интересно, с кем ты, какой ты выпустил клип, с кем ты сейчас встречаешься, с кем ты развёлся, чтобы при тебя караван истории написал. А как же Фил? Вот, Фил. Это он, блин, не звезда. Вот, вот у него и надо брать пример. То есть это как раз вот та звезда, которая продолжает, да, с помощью медиаповодов и всяких интересных коллабораций делать так, чтобы о нём было интересно говорить не только про его музыку, но и про него лично. И вот нашим артистам, как мне кажется, новым, тоже стоит каким-то образом это сделать. Продюсеров нам не хватает, мне приходит в голову, что ли. Или хороших продюсеров, да. То есть те, у кого получается, да, это, например, у нас есть иноагент Моргенштерн. Признан иностранным агентом. Вот он придумывал такие медиаповоды, что про него говорили, не обязательно, могли музыку его не слышать, но про него говорили. Вот, не обязательно это делать в таком вот роковом ключе, как у него, можно как-то по-другому, но одной только музыки недостаточно. Нужна ещё история. Нужна харизма какая-то. Да, мне сразу в голову Риана приходит, которая уже сколько лет, я не знаю, не выпускает никаких альбомов, но там её беременность или её выход где-нибудь, там вот недавно она выступала, я забыла, где опять же. Супербоу. Да, на Супербоуле. Это просто мировая сенсация каждый раз. Несмотря на то, что она поёт старьё, и новую ничего не упускает, как бы, вот, пример. Всё это работает. Но во всех ли сегментах, может быть, проблема заключается в том, что площадок не хватает? Сейчас ведь можно куча есть инструментов для того, чтобы себя продвинуть. Начиная с электронных сервисов попадания в различные электронные библиотеки, да в тот же самый стриминг какой-нибудь там музыки, Яндекс.Музыки или там Spotify, можно попасть чуть ли не самостоятельно через элементарную какую-то прослушку вот авторов этого сервиса. Они уже дальше решают тебя продвигать. Но, тем не менее, таких вот заметных, ярких исполнителей в сегменте, ну, допустим, рок-музыки даже, я не вижу. Где-то вот мы в этом смысле, уж прости, с тобой не соглашусь, в общем-то, на месте с электроникой — да, рэп — да, хотя, на мой взгляд, мы чуть-чуть опоздали с рэпом. Упомянутый твой персонаж, ну, в Америке появился лет 15-20 назад с подобного рода. Да, но я сейчас не про музыку говорю, да, а про... А именно про... я, конечно, говорю про продвижение самих людей. Вот, и здесь мы с тобой, мне кажется, совпадаем, наоборот, то, что не хватает этого продвижения, и нужно его делать. Я сказал, это как один из примеров, немногочисленных, когда об артисте интересно говорить. Сейчас мало о ком из новых артистов интересно говорить, мало кто о себе таким образом заявляет. Музыка крутая, да? Ну, а что еще, да, что дальше? Вот, например, можно вспомнить группу «Крем Сода», которая в андеграунде была довольно долгое время. Я ходил на их концерты там в Пауэрхаусе, когда это еще было два мальчика, да, они не сделали... ну, у них еще не было вокалистки Анны. Они играли электронную музыку, такой какой-то фанк электронный, и никаким образом не заявляли о себе на большую сцену. Но, когда они начали делать совместные какие-то коллабы вместе с Александром Гудковым, я проверил, он не иностранный агент, если что, вот. Спасибо тебе большое. И начали делать вещи актуальные, то есть вы помните, конечно, никаких больше вечеринок с этим клипом, когда у нас был локдаун, то есть про них стало интересно говорить, они стали, ну, настоящими звездами. Сейчас они опять ушли в андеграунд, и, кстати говоря, одна из песен, которую мы сегодня можем поставить, это вот группа Анна. Есть там такая ромба? Да, это бывшая... Нария. Да, это бывшая вокалистка Кремсоды, которая вот... с помощью которой Кремсода, мне кажется, стала такой известной, потом из группы ушла, и сейчас делает сольный проект. Сейчас особо о себе не заявляет, но, тем не менее, музыка интересная, на мой взгляд. Ты упомянул термин андеграунд, который мне чрезвычайно интересен. Как ты считаешь, андеграунд вообще сейчас развивается каким-то образом здесь? Интересно, твое мнение изнутри. Ты знаешь, я думаю, что он, конечно же, развивается, и, естественно, этот андеграунд, он не... неизвестен просто, где вот это проходит вечеринка, в каком она проходит бункере, сколько там человека, куда движется музыка, то есть тут надо быть действительно в теме, общаться с музыкантами, ходить на такие вечеринки, но это в любом случае присутствует 100%. Вот и получается, мы когда с тобой говорили о продвижении и о том, что некоторым не хватает харизмы, вот, может быть, развитие андеграунда есть просто логичный ответ, как противовес на невозможность продвигаться на открытых площадках, которые, ну, просто аккумулированы, скажем честно, просто заняты попсой, которые популярными, да, и так далее и тому подобное. Выйти на большую сцену достаточно тяжело. И как ответ на это развивается сцена, ну, подпольная неправильная, это хорошее слово, это всегда андеграундная сцена. Мне кажется, люди, которые в андеграунде, они и стремятся сделать что-то новое, то есть такой некоторый молодой нигилизм, то, что я сделаю что-то новое, не похожее ни на что, отстаньте от меня, делаю как хочу, и вот там как раз вот в этом рождается что-то прикольное, оригинальное, настоящее, но массовый слушатель к этому обычно не готов, это приходит спустя годы. Или вообще приходит. Что мы сейчас послушаем, давай еще раз напомним. Ну, давайте послушаем бывшую вокалистку Кремсоды, с помощью которой Кремсода стала известна, а теперь она сольно выступает под ником Анна, и песня Нария или Нария в Википедии нету ударения. Ваше мнение и комментарии категорически приветствуются на плюс 7903-797-6333. Это утро под серебряным дождем. Плюс 7903-797-6333, координат прямого эфира, у нас в гостях Петр Дмитриев, ведущий программы Артур и Петя. Петр, вот как же нам разные абсолютно смс-сообщения и мнения, которые мы получаем, поэтому давай уж не буду озвучивать, но по поводу сведения. Вот пишет нам длинная, достаточно смс, скучай по Ninja Tune и аудио-видео-миксам Solid Steel. Вот было бы здорово, раз у вас есть видеотрансляции, показывать самые интересные фрагменты из аудио-видео-миксов. Речь идет о действительно таких мероприятиях, которые Ninja Tune, это знаменитый лейбл, который специализировался прежде, ну ты знаешь, лаун, штрип-хоп, вот это вот все, как раз-таки к ним. Они делали такие специальные миксы, идет микс, миксуется и видеоряд зачастую оригинального трека, и он приводит забавную такую штуку. Был такой микс от российского производителя мистер Армтон, когда был вставлен фрагмент из кинофильма «Кавказская пленница», где пьяный Шурик говорил «Минуточку, минуточку, будь титры помедлено, я записываю», а снизу картинки были титры на английском языке. Это было достаточно оригинально, не знаю, что подумали, конечно, носители языка, но выглядело это, еще с музыкой все это шло, выглядело, конечно, потрясающе. Да, единственное, что я могу сказать, что вот эти вот электронная музыка, на которую сверху положили диалоги разные из фильмов, вот это мне никогда не нравилось, я прям... Ну, кстати, да, я тоже как-то не любила это все. То и просто помню. Я помню тогда, был какой-то ремикс, по-моему, тоже из Ивана Васильевича меняет профессию, который был хитярый, и везде вот звучал, а мне так не нравилось. Вообще это отвратительно. Ну, поэтому даже вот то, что делает искусственный интеллект, вот Винни-Пух сейчас перепел всех, Артур приходил, твой коллега с этим, что-то хорошо, а что-то прям, ну, не заходит абсолютно. Сейчас скоро зайдет, мне кажется, это семимильными шагами будет идти. Пятачок как споет. Пятачок споет, склепкнут, все-таки нормально, да, дотянет, дотянет. Ждем кролика. Вот, кстати, Андрей из Орла пишет, простите, а чем вышеуслышанная Анна отличается от условной выпускницы фабрики звезд в десятилетней давности? Те же вокальные приемы, привет, Линда, как по мне, так ничего не меняется. Есть что ответить? Абсолютно, вы в точку попали. Вот ничего не меняется в нашем мире, кроме программы Артур и Петя. Мы каждые пятницы ставим вам новую музыку. Пожалуйста, если вам интересно, подпишитесь на Артур и Петя, на наш телеграм-канал, и если интересно вот на меня подписаться отдельно, то быстрее послушать телеграм-канал. Вот Татьяна Котина подписалась. Да, я сегодня подписалась. Ты выкладываешь там новинки, Петр? Нет, я выкладываю свою личную жизнь. Быстрее послушать. Да. В телеграм-канале. Захотите посмотреть, как живет Петр Дмитриев, подпишитесь на его телеграм-канал. Спасибо большое, что вы меня позвали. Да, последний трек представишь? Да, конечно, последний трек у нас будет «Грусть 200» и «Стереополина». Это тоже что-то молодые дамы поют как будто бы в 90-х. Хорошего тебе дня, Петр. Спасибо. Чмоки. Спасибо. Пока-пока.